как создать инфобизнес быстро и не напрягаясь как научиться зарабатывать на своих знаниях здравствуйте с вами татьяна андреева основатель тренингового центра макси лидер и профессиональный коуч для инфобизнесменов в этом видео я хочу поделиться с вами своим шестилетним опытом с чего же начать инфобизнес я поделюсь с вами девятью конкретными шагами которые обязательно нужно сделать для того чтобы ваш инфобизнес процветал и набирал обороты знаете очень многие упускают эти девять шагов и в итоге не получают того что они хотели но вы сейчас будете вооружены и я надеюсь что вы сделаете эти девять шагов и у вас все получится и так что нужно сделать в первую очередь в первую очередь конечно же нужно выбрать нишу с которой вы будете продвигаться тут существует два способа ее выбора можно выбрать нишу от сердца то есть это именно то дело которое вам нравится самому то есть это то дело в котором вы горите вы хотите им заниматься неважно есть у вас сейчас достаточно опыта в этой теме или нет самое главное чтобы она у вас вам нравилось это выбор ниши от сердца второй способ выбора ниши это от ума то есть когда дело может быть вам и не особо нравится но оно приносит деньги и вы знаете первый второй способ они имеют место быть и они оба в общем то правильные и можно начать с любого из них конечно если вам дело очень сильно нравится да и даже если вы потом просчитаете и поймете что она не особо денежная но вы горите этим делом тогда в любом случае вы сделаете так что это дело будет приносить вам деньги но можно пойти и другим путем и кстати новичку может быть даже это сделать намного проще что вы посмотрите в интернете что уже продается и что уже пользуется спросом и начнете именно с этого то есть вы будете это использовать именно как трамплин для своих дальнейших действий и именно на этом трамплине вы заработаете денег и потом сможете уже это внедрить именно в вашем деле сердца но решать конечно вам оба варианта они хороши и поэтому первый пункт вы задумаете задумайтесь для себя и отметьте как вы будете выбирать нишу второй пункт конечно после того как вы выбрали нишу посмотрите кто уже развивается в этой теме кто уже продает аналогичные товары продукты услуги это очень важно то есть наличие конкурентов говорит о том что в этом теме в этой нише есть спрос значит здесь идут продажи значит вы сделали правильно и конечно же конкурентов не нужно бояться а наоборот они нам в помощь то что вы еще как новичок не знаете как продвигать свое дело но вы можете подсмотреть у конкурентов то есть вы можете посмотреть кто является их клиентами какие методики продвижения они уже используют что они делают для этого поэтому пункте втором обязательно для себя пропишите 10 конкурентов и посмотрите что у них есть что они делают у вас такой должен получиться туду лист по пунктам что вам предстоит внедрить вполне возможно что сейчас у вас появится такой большущий список но не переживайте это же не значит что вы должны это внедрить в ту же секунду вполне возможно что вам понадобится даже целый год для того чтобы это внедрили но в любом случае у вас сейчас будет перед глазами план в каком направлении вам нужно двигаться выбираем 10 конкурентов самых таких мощных самых хороших смотрим что у них уже хорошо получается и моделируем это для себя следующий пункт третий выпишите пожалуйста все свои навыки и умения в теме которые вы выбрали это кстати очень важный пункт и он очень многое расставит у вас в голове по своим местам выпишите что умеете чему уже научились и для чего мы это делаем для того чтобы вы поняли как вам нужно развиваться дальше если вы поймете что в какой-то области у вас пробел значит вы будете понимать что в этой области вам нужно поучиться и тогда вы будете понимать какой тренинг вам проходить какой курс вам проходить может быть вам просто достаточно прочитать книгу на эту тему и такое может быть но опять же у вас будет четкая структура и пошаговый план что делать и что именно изучать то что вот за все свои шесть лет в интернете я видел много новичков которые кидаются из тренинга в тренинг в итоге в голове каша и ничего не получается чтобы этого избежать выпишите ваши знания и умения если вы выпишите и увидите что у вас их мало ничего страшного есть куда расти и просто нужно это делать да просто у вас будет процесс немножко медленнее чем у тех кто уже эксперт или профессионал именно в данной теме выпишитесь все в себе подробненько ваши знания и умения плюс еще друзья кстати можно тоже найти какой выход из положения допустим для того чтобы вам надо либо самим обладать вот этими навыками да либо вы можете не сами изучать а заключить партнерство с кем-то кто спец в этой теме такое тоже может быть я тоже часто к такому прибегал потому что но мы не можем быть семь пядей волбуда и знать все абсолютно на свете да в каждой нише быть экспертом поэтому вы можете запартнериться с кем-то кто является экспертом по теме может быть какую вам либо не хочется изучать либо вы можете хотите в другую тему больше углубиться но выгодное партнерство тоже оно даст свои результаты это очень здорово следующий четвертый пункт продумайте продукт магнит то есть бесплатный продукт на который будут подписываться ваши будущие будущие клиенты то есть некий такой завлекалочку магнит где вы даете небольшую ценность решение небольшой проблемы вашего клиента но в обмен человек вам оставляет свои данные имя и email и становится вашим подписчикам то есть вам нужно продумать вот такой продукт это может быть pdf отчет какой-то чек-лист мини-видео аудио все что угодно что-то небольшое то есть тут не пугайтесь не надо здесь какие-то писать тома книг еще что-то что-то небольшое но чтобы решал одну какую-то конкретную проблему вашего клиента следующий пятый пункт это продумать уже продукт за деньги то есть что именно вы будете продавать кстати тоже когда вы будете делать исследование конкурентов можете посмотреть у них какие у них продукты магниты какие у них продукты на продажу и просто смоделировать это для себя то есть в общем то здесь ничего сложного нет и то же когда продумаете продукт за деньги то же посмотрите что допустим вы берете человека из точки а и за счет вашего продукта человек переходит точку б и вы посмотрите можете ли вы его вот так очень туда довести грамотно и профессионально так же если вы это не можете можно значит заключить партнерство с кем-то и сделать это совместно либо опять же вы будете понимать в какой области вам нужно подтянуть свои знания следующий шестой пункт нужно обязательно разработать стратегию продвижения на этом тоже очень многие новички сыплются да то есть продвижение абы как на самом деле это неправильно у вас должна быть четкая стратегия как вы будете продвигаться если этой стратегии нет опять же это хаос и опять же это путь в никуда нужно продумать какие каналы продвижения вы будете для себя использовать какие-то каналы могут быть то есть это могут быть и социальные сети и контекстная реклама и баннерная реклама и продвижение видео на youtube все что угодно подумайте и распишите что вы будете использовать седьмой пункт обязательно друзья распишите бюджет который вы готовы инвестировать свой бизнес к сожалению абсолютно без денег друзья инфобизнес построить не получится можно где-то сэкономить но абсолютно без денег невозможно вам понадобятся расходы и на создание сайтов и на рекламные кампании и на оплату может быть труда других людей которые будут вам помогать то есть вы должны для себя определить какой бюджет вы готовы инвестировать это на самом деле очень важно чтобы не было потом что он между да надо инвестировать мне сюда надо инвестировать а денег нет подготовьтесь к этому заранее или подумайте где вы можете эти деньги взять в зависимости от ниши тут может быть разная сумма естественно да но хотя бы какой-то минимум вы для себя рассчитайте посмотрите цены пары по рынку кто что предлагает им рассчитайте для себя да хотя бы сначала приблизительно потом вы это можете уже корректировать но у вас это будет уже заложено именно так строить настоящие бизнесы восьмой пункт здесь подумайте кто вам может помочь в вашем инфобизнесе это кстати могут быть и ваши дети и ваши родственники муж жена это могут быть ваши друзья все кто угодно и таким образом вы можете сэкономить на тех же фрилансеров вполне возможно что из тех кто вас окружает люди готовы вам помогать и это сейчас вам кажется что может у меня никого нет но вы просто и не предлагали попробуйте предложить поговорите и вполне возможно что вы найдете себе помощника родственную душу который будет вам помогать уже естественно продвигать вдвоем не одному бизнес будет намного проще но если вы поймете что вам нужны профессионал а все равно вам понадобятся дизайнеры верстальщики да может быть те кто будет писать тексты кто будет настраивать рекламу вы этих людей тоже себе вписываете что они вам понадобятся и девятый пункт не менее важны чем все остальные друзья может быть даже самый важный самый основной это наметить сроки реализации когда вы все это будете делать пока нет сроков чего-то сдвигаться не получится но когда вы будете четко знать что допустим 1 марта у меня выходит первое видео вы уже будете к этому готовиться когда вы будете знать например что у вас там 15 февраля проходит первый вебинар вы тоже уже будете знать планировать свое время и будете к этому готовиться понимаете то есть это очень важно когда расписаны даты тогда под них все уже строится а часто я вижу что происходит наоборот все бегом бегом что-то делают каша опять же в голове и выход в никуда поэтому обязательно друзья я уверена что вот эти девять шагов если вы действительно пропишите и сделаете они принесут вам огромную пользу и многие это упускают но я надеюсь что вы сейчас это не упустите конечно если вы хотите более подробно узнать как развивать инфобизнес если хотите чтобы мы вам помогали я лично наш тренинговый центр то добро пожаловать на наши страницы в социальных сетях под этим видео в описании есть ссылочка на нашу бизнес страницу все материалы там абсолютно бесплатны добро пожаловать подписывайтесь там и бизнес страница на фейсбук и группа вконтакте где вам угодно и где вам удобней нас слушать смотреть там каждую неделю новая информация выходит для вас будет полезно каждую неделю я выхожу в прямой эфир где вы можете задать мне любой вопрос касаемо продвижение бизнеса в интернете я поделюсь с вами своим шестилетним опытом поэтому добро пожаловать на наши ресурсы в социальных сетях и конечно если вы не подписались на наш канал youtube то добро пожаловать на наш канал обязательно подписывайтесь чтобы получать первыми все новые видео которые выходят каждую неделю если это видео было вам полезно то ставьте лайк поделитесь им с друзьями возможно кто-то как раз таки сейчас сидит и думает как же мне начать инфобизнес и конечно до встречи в следующих видео в комментариях к этому видео вы также можете задать свои вопросы я с удовольствием на них отвечу и помогу вам в старте вашего бизнеса до встречи в следующих видео с вами была татьяна андреева основатель тренингового центра макс лидер